Всем привет, с вами Весёлый, это наконец-то ваш долгожданный РКД. Да, я типа вернулся, но я типа и не уходил, потому что уже сколько? Год? Полтора? Короче, давным-давно, прям в описании в плеймаркете, разработчики пообещали, что скоро обнова, ура, радуйтесь. Новые тачки, новые карты, возможно, новый тюнинг, новые режимы, куча всяких прикольных стучек. То, что вы так долго ждали. Проходит полгода. Чё? Чё, бля? Это чё за хуйня? Нихуя? Ну, короче, я хотел дальше проектики делать только с обновой, но она ещё не вышла, а я, ну, вот, собственно, вот здесь вот. Чё, ну, найдём чем заняться, найдём проектики какие-нибудь. Но проектики нашли меня сами. Точнее, Магомед Расул, Магомед Баг... Прости, пацан. Он, короче, вот, ну, ну вы понимаете. Качаю всё. Пусть приора будет, так даже интересней. Покупаю. Так, господа иркадешники, наша задача вот из этого чудо-автоваза сделать вот это. Ага, ой-ой-ой, размечтались, предвкушаете уже. Нам ещё кучу работы надо. Во-первых, я её покрасил в чёрный цвет. Во-вторых, у меня лупарь на барвихе чёрный и, в принципе, выглядит найс. Ещё кучу смотрел вот этого вот внешнего тюнинга. Купил задний бампер от Приоры 2, в решётке очень много думал и ковырялся. Выхлопы вот такие вот купил. И мигалочку вместо антенны на крыше просто так. А, ну ещё бы боковые зеркала. Но это ещё не всё. В процессе создания ливрея я всё буду ещё менять. В колёсах я долго копался, так и не определился. У, ты гляди, какие жопки. Так и хочется хлопнуть. А, чёрт. Дальше я там по цветам лазил, копался, перекрашивал, всё решёточку поменял. Короче, кто повторить хочет, просто сейчас смотрите и замечайте, как-нибудь там замедлите. А то объяснять, что во что покрасил я, это будет целый год видео длиться. А, ещё номера барвиханские поставил. Накачал я, значит, кучу всяких нужных вещей. И пошёл в Ibispoint, чтобы вырезать себе фары. Да, но я тут хотел, типа, аккуратненько, так в точности до каждого пикселя. Чтобы ровненько всё было чётенько, красивенько. Если что, я надеюсь, вы уже знаете, как найти Ibispoint X, потому что я говорил. Играет музыка. 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 Ладно, ладно, простите, я это с фарой от Ешки прикольнулся. Хотя... Вот просто самые непонятные фары это у Приоры. Они расположены фиг знает как. То зеркально, то вообще непонятно, как их, короче, располагать. Я до этого много думал, пробовал и пытался, и получается... Если просто на Приоровские фары наложить от лупаря, не выходя за рамки, то они как-то слишком маленькие и слишком сильно друг от друга как-то там раскиданы. Так что я ближе к носу и немного пониже выхожу на бампер с Приоровской фары. Но зато должно получиться пореалистичнее немного. Так, вот эту вот большую линзу мы стираем. Остаётся маленькая, которую всего лишь в самой игре надо как-то подогнать. Ещё и с учётом того, что бампер, блин, растягивает. Короче, кое-как с горем пополам я всё это аккуратненько нанёс. И прямо игровой ливрейкой вырезал ненужные. И тадам! У меня ровные круглые фары. Дальше я полностью закрасил задние фары чёрным. Нашёл у меня давно валяющуюся в галерее палочку. И начал пытаться ей вот такие вот хромированные красивые полосочки делать. Но я маленько ошибся, палочка к тому же оказалась кривой. Короче, давай по новой, Гливыч, всё фигня. И поэтому я полез в интернет и нашёл там нормальную тонкую палочку. Из множества таких же палочек. И дальше я пытался сей элемент экстерьера как-то приспособить, чтобы было красивенько. Кстати, почему я в том же ибиспоэнте, например, не делал полностью ливрею? Спросите вы меня. Да потому что там не было бы интересно так, и сразу не было бы видно результат. Да и вообще, прям в игре делать прикольнее. Там сложностей больше. Ну короче, ладно, вернёмся к созданию. Этот фонарь я вырезал под музыкой, и он оказался слишком тёмным. Ах да, забудьте о чём я говорил последние 40 секунд. Я зашёл в игру, и всё сбросилось. Так что я по новой закрасил и решил сначала разобраться с фонарями. Вот эта темнота никуда не годится. Так что вот я уже вырезал второй, тот яркий задний фонарь. И он оказывался постоянно каким-то зеркальным. Я не понимал, как его просто установить. Но потом при помощи какого-то там магического колдовца у меня что-то хотя бы получилось. И перепробовав вообще все варианты поворотов, разворотов, переворотов, всяких этих картинок, У меня потихонечку появились задние фонари. Это величайшее достижение человечества. Нихуя! Оказывается, машина должна уметь разобрать. О да, о да, о да. Аху, я же понимаешь, уже вверх, блядь! О да, о да, о да. Дальше я взял ту палочку из интернета и начал работать над задницей. Короче, смотрите по-быстренькому, как я эти хромированные накладки делаю под музычку. Надеюсь, от моих ускоренных кадров ни у кого приступа эпилепсии не будет. К сожалению, на зеркалах не получится сделать поворотники. Остается лишь подвеска и колеса. А, ну еще, чтобы задница была не слишком пустой, я решил сделать шильди КМГ. Готово! Колеса я хотел какие-то максимально мерседесовские, но чтобы не повторялись с прошлыми мерседесовскими проектами, короче, что-то новенькое. И я остановился на торусах, но обычные торусы на гелике из Нивы, поэтому я взял с низкопрофильной резиной, в надежде подшаманить подвеску, чтобы это бы выглядело красиво. И, в принципе, мне удалось навести аккуратную маленькую красоту, чтобы все прям было идеальненько. Еще номера сюда как-то странно не подходили, поэтому я решил перекрасить их в черный. И диски покрасил в черный так, что даже непонятно, что это низкопрофильная резина. Короче, выглядеть стало получше. И вот он мой, в принципе, лупарь готов. Но не готов. Слишком уж у него добрый вид, поэтому я решил прицепить губу. И, как по мне, получилось то, что нужно. Доставайте наушники. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok